У нас не тесно. На 10 тысячах гектаров живет всего 86 тысяч человек, а рядом 186 тысяч. Вторая причина. Разместив производство в Канске, вы не будете нуждаться в кадрах, потому что трудоспособного населения 60%, и уровень заработной платы не так высок, как в больших городах. И еще у нас 6 крупных профтехучилищ. Мы куем кадры. Но главная стежка. Средний возраст жителя 40 лет. Представьте, какая эффективность. Третья причина. Наше самочувствие мы определяем самостоятельно. У нас есть точки роста проблемы, либо дефициты городской среды. И всего их 4. И они нам известны. И эти проблемы, дефициты, они совершенно не уникальны. Поэтому Канск не мечтает, Канск решает. Четвертая причина. Раз, столица Востока. А если столица, значит, ровные дороги, восстановленные объекты культурного наследия, благоустроенная среда, новые жилые дома, в котором вы можете стать ядром экономики. Пятая причина. Инвестировав в промышленный потенциал, Канск гарантирует минимальное количество конкурентов. Но! Самое удобное расположение в городе, и ваше производство будет обеспечено достаточным количеством энергоресурсов. Шестая причина. Канск опорный город. Потому что здесь есть все для бизнеса и комфортной среды для жизни людей. Начиная от отсутствия пробок, и Красноярск это поймет, и заканчивая наличием нового ледового дворца Экванториума. Седьмая причина. Канск амбициозен. Потому что намечены четкие стратегические цели. Мы увеличим численность горожан за счет внедрения вашего производства. Не будем забывать, что вокруг нас целых восемь муниципальных образований, которые приедут к нам учиться, работать и создавать семьи. Восьмая причина. Наш путь предопределен. Канск кузница кадров. И для этого все есть. Канск транспортный узел. И это реальность. Канск безопасный, комфортный город. Девятая причина. Экономические целевые расчеты показывают исключительно рост. В инвестициях, в количестве населения и, конечно, объеме отгруженной продукции. И, наконец, десятая причина. В Канске хватит места каждому. Есть свои предприятия и не хватает только вашего. Причем мы готовы принять очень широкий спектр производств. От переработки отходов до переработки дикоросов. У нас много земель промышленности. Те, кто погружен в эту тему, понимают, о чем я. От нас легко транспортировать свою продукцию, на секундочку, в Китай. Потому что мы транспортная артерия, федеральная автомобильная трасса и, конечно, Транссибирская магистраль. А мы, в свою очередь, займемся дорогами, ЖКХ, социальной инфраструктурой, благоустройством и внешним видом. Глава региона отметил, важно раскрыть экономический потенциал территорий и сформировать в них новые стандарты городской среды. Это поможет удовлетворить социальные потребности жителей с самого опорного пункта и соседних муниципальных образований. Опорные города находятся сегодня в соревнованиях. В соревнованиях с другими городами за людей. И опорный город станет привлекателен для бизнеса тогда, когда он будет давать предложения, в первую очередь, предложения квалифицированных рабочих. Уже сейчас эта конкуренция очень сильно обостряется. Поэтому мы должны планы опорных городов объединять в производственную составляющую, социальную составляющую, инфраструктурную и рекреационную. Это все воедино. Одно без другого не получится. Люди просто не выберут. И, конечно же, опорный город – это город, в котором хочется жить. Поэтому город, в центре которого всегда должен быть человек, его интересы, его потребности, его ожидания. И в этом смысле без построения прямого диалога с жителями со стороны всех уровней публичной власти никакого опорного города, конечно же, у нас не получится.